Всем доброе утро! У нас сегодня тренировка ягодичных и спинки, потому что вы плакали, что не знаете, как тренировать спину дома, поэтому сегодня это мы вам покажем. Итак, мы делаем разогрев ягодичные с резинкой и разогрев тоже с резинкой будет спинки. Итак, проходка в сторону. Ошибки, которые делают очень часто, ноги близко соединяют и теряется нагрузка. А теперь у меня вот такие балеринки красивые делаются. Специально освободила место для этого упражнения. Делаем 15 в сторону проходку каждой ножкой и теперь балеринка в сторону. Тоже бедра смотрит вперед. Поправьте бедра, если они выдвинулись назад. И четко, именно пяточка наверх, резинка в напряжении должна быть постоянно. То же самое, 15 повторений каждой ножкой. Теперь мы резинки снимаем. Да, эфиры будут сохраняться и потом будет еще и на ютуб канале с полной тренировкой со ссылками. Теперь делаем разогрев спинки. Растягиваем резинку наверху. Можно до ручки взять в кулачки. Во, растянула. Отлично. 2, хорошо. 3, во, хорошо. Растягиваю, растягиваю резиночку. 4, 5, грудь вытолкнули. 6, и лопаточки максимально сжимаем. 7, хорошо, хорошо. 8, давай, давай, давай. 9, ну как? 10, вот вам и резиночки. 11, давай, давай, давай. 12, 13, 14, еще раз, 15. Спасибо, Донецк. Привет, пишите, откуда вы присоединяйтесь к нам. Если не сейчас делаете тренировку, то я знаю, в том сохраните и пользуйте ее. Буду ждать ваших отзывов. Пока пишите, откуда. Буду передавать девчонкам привет. А девчонки сегодня работают. Помним, резиночка полностью не должна расслабляться на протяжении полностью всего выполнения этого упражнения. Потому что вот часто эту ошибку делают. Юля, если можешь, покажи полностью, когда ноги соединяют резинку. Вот, вот это не то же самое. Вы так будете терять нагрузку, и вы не будете чувствовать максимально ягодичное. Молдавия, привет! Вау! Привет, девчонки из Молдавии. Так, поехали, балеринка. Тут тоже очень часто плачут, что болит поясница. Поясница будет болеть, если вы будете сильно прогибаться в пояснице. Здесь не должно работать ничего, кроме ягодичной. То есть очень часто, если у вас проблемы с поясницей, вы можете немножко вперед наклониться, вот как Юля наклоняется чуть вперед, тогда снимается нагрузка с поясницы. И не старайтесь прогнуться в пояснице. Украина, Запорожье, привет! Привет, 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 привет! Вот такую комбинацию можно делать, как разогрев перед выполнением упражнений на ягодичные. Можно делать, как дожигающее упражнение в суперсетах с тяжелыми базовыми упражнениями. Или как полирующее упражнение в конце. Давай, давай, сейчас разогреваем спинку. Вот, пожалуйста, вам кажется, очень легкое упражнение, но попробуйте его выполнить. И если правильно выполнить, Юля, не спеши. Вот опять же думай, чем ты работаешь с жалоб. Вот хорошо. То есть не спешите в этом упражнении, хоть оно считается... Житомир, привет! Очень как разогревающее просто, но очень хорошо работает, если четко выполнять. И сегодня именно будем работать на выполнении упражнения. Меня вчера спросили, а есть ли смысл вообще тренироваться со жгутами, этими резиночками дома? Ведь же это не тренажерный зал, это не силовые тренировки. И, ребят, это лучше, чем ничего. И, кроме того, очень часто даже профессиональные атлеты, они меняют свои тренировки, они делают совершенно что-то другое для своих мышц, потому что вот это поможет вам улучшить прогресс. Бузя контролирует. Потому что это идет другая нагрузка мышцам. То есть мышечные волокна работают по-другому. То есть это тоже хорошо иногда делает такую перезагрузку. Саша, твои тренировки со мной будет. Спасибо. Россия, Санкт-Петербург. Привет, Россия, девчонки. Вчера сделала вашу прошлую на тренировку, попа сегодня горит. Кайфую. Да, у этих тоже горит. До сих пор. Привет, 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 Леночка. Вижу тебя. Саша такая мальчик. Спасибо, дорогая, класс. Так что да, продолжаем. Можете, если что, записывать даже пока упражнение по ходу дела. Но, как я сказала, на YouTube-канале там будет еще в описании этого видео, когда я поставлю, будет полностью тренировка с ссылками на упражнения. Так, Саша, у меня Дубая. Дубай, Мария, с тобой, люблю тебя. Спасибо. Из Дубая, девчонки, привет вам. Привет. Как у вас там, жарко? Вот, хорошо, Юля. Танюш, тоже не спеши. Вот смотри, очень хорошо Юля сейчас делает. Вот сжала максимально лопаточки. Вот, хорошо. Максимально растянула. Хорошо, Танюш. Молодец. Давай, 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 да. Растянула. Хорошо. Вот вам, пожалуйста, упражнение. Мы сегодня много сделаем упражнений со жгутом, с утяжелителями для спины, потому что, опять же говорю, вы плачете, что не знаете, как делать тренировку спины дома. Украина, Луганская область, девчата, привет. Откуда именно Луганская область? Потому что я в Макеевке, у меня тоже есть воспоминания. Так, закончили с резиночками. Теперь мы на жара, у нас карантин, пофиг, жара, пока жру тренем. Молодцы. Итак, это был разогревчик. Если нужно попить водички, можно попить, отдохнуть. И мы сейчас... Я делаю в том, что эту тренировку уже составила, была, и сегодня ее переделывала. Пожалуйста, видите, он хочет тренироваться как. Итак, мы делаем тяга одной резинкой. Иди сюда, жгут. Давай, перетянешь, смотри, берешь сюда жгут. Жгуты. Я всегда говорю, покупайте жгуты разного напряжения. Потому что мне спрашиваете, какие варианты жгутов нужно. Бери сюда, цепляй его так же. Вот, берешь хук. Да. Вот. Теперь берешь, наматываешь. Опять же, какая... Видите, тот мягче жгут, этот сильнее жгут. У всех по-разному. Разные упражнения. Я всегда беру разные жгуты, чтобы можно было попробовать добавить нагрузку, убрать нагрузку. Захват. Теперь отходишь, ножка одна вперед. И тяга. Опять же, не спеши. До конца дожимаешь. Это не... Работа не с тяжелыми весами. То есть, ты должна максимально чувствовать нагрузку на мышцу. То есть... И опять же, мы становимся, ты уже должна чувствовать, когда ты стоишь в начальной точке, уже должна быть нагрузка. Если ее нет, тогда дальше что-то отошла. Чувствуешь ее? Хорошо. То есть, не бойтесь здесь тоже нагружать мышцу. И вот до конца, представь, вот ты тянешь так, дотянула. Прям дожала мышцу. Ой, хорошо. Потянула. Дожала мышцу. Поняла? Отлично. Хорошо. И делаем 15 повторений. Юля делает в это время. У нас будет тревка комбинации упражнений на ягодичные, на спину. У нас приседания плие, 15 повторений. Берешь вес, ты можешь держать его в руках или положить на спину. Или можешь, да, в ручку держать, как хочешь. И делаем плие приседания. Плие приседания тоже часто делают ошибки в самый низ. И не спешим. Теперь маленькая задержка внизу. Включила ягодичный. Вытолкнула, зажала. И бедра вперед вытолкнула. Вниз. Зажала. Молодец. Вниз. Зажала. У всех разная растяжка. Но, опять же, не самое главное, как широко вы ноги поставите. Как далеко вы носки откроете. Главное, вот эта задержка внизу и вверх. Максимально выжимаем ягодичный наверх. Отлично. Да, эфир будет сохранен. И он будет выставлен на ютуб-канале Саша Браун. Да, Бузя контролирует. Так. И, да, 15. И третье упражнение у нас будет. Мы добавляем пресс. И пресс у нас будет складочка. Кто? Юля, ты выполнила? Каким? Что? Да, вес, опять же, я поэтому хотела пока. А, там 30? Да. Да, конечно. Так. Теперь пресс. Помнишь, одна нога подъем. И вот, хорошо. Выдох максимально наверху. Делаешь 15 повторений. Так? Да. И зажала вперед. Бедра больше вперед выталкивает. Два. Хорошо. Три. Саша, привет. Прошла несколько твоих курсов. Многие упражнения твои пропустила через себя. Знаю, насколько крутые. Сейчас они удвоенят кто. Спасибо, дорогая. Предыдущая трения огонь. Ну, еще подождите сегодня. Да, Бузя главный коуч. Видите, он постоянно их контролирует. Так, молодец. Так, Юля теперь идет на тягу одной рукой. И опять же, как и говорила, я уже через себя пропустила еще раз сегодня эту тренировку. Сделала даже некоторые изменения. Потому что или попробовала другие упражнения. Отлично. Тя растянула, да. И зажала максимально. Хорошо. Чувствуешь лопатку? Три. Хорошо. Четыре. Хорошо. Привет, привет. Всем. Пять. Хорошо. Максимально зажимаем. Шесть. Хорошо. Хорошая должна быть расчастка. Семь. Отодвинься больше. Видишь? У тебя резинка в начальной точке должна быть уже в растяжке. Вот. Восемь. Совсем другая работа. Девять. Ага. Сразу выражение лица изменилось. Отлично. Спинку держим. Отлично. Молодец. Таня, делай двадцать. Там. А то она плачет, что у нее не работают мышцы. Что еще можно здесь добавить? Села. Выпад. Да. Не, не встань, не встань. Вот. Просто в выпаде стоишь. Вот, пожалуйста, вам и ножки работают, и спинка работает. Если хотите добавить немножко интенсивности. Я по ходу дела сегодня буду им давать разные варианты. Потому что я знаю, у кого-то больше, лучше выносливость. У кого-то сильнее ноги, у кого-то сильнее пресс. И буду делать какие-то, добавлять варианты, которые вы можете... Ой, да. Майлуша у нас наверху. Он у нас стеснительный мальчик. Так, молодец. Да. Да. И таких еще два круга. Так. Теперь мы тоже добавим Тане. Села в выпад. А куда ногу? В какой стуне? Просто, да. Все. Сидим в выпаде. Работают ножки. И работает спинка. Не спеши, не спеши. Дожимай. Три. Зажми в конце. Четыре. Во, хорошо. Пять. Хорошо. Шесть. Семь. Молодец, молодец. А, хотите к нам? Но у меня только девочки, которые заслужили, получают тренировку. Зажимай, зажимай. Они молодцы, конечно. Танюха, молодец. Юля, умничка. Работаем. Максимально зажимаем. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. Поехали, поехали. Пишите, откуда вы. Страна, город. Буду передать приветы. И тренировались ли вы сегодня? Ну что, девчонки у нас? Вот. Хорошо. Видите, что Таня только что взяла? Она положила руку. Я очень... Она уже привыкла. Потому что я часто, когда тренирую их, я ложу руку именно на рабочую мышцу. Потому что это именно помогает сконцентрироваться и включить именно мышцу. Вот это и есть разница, когда бессмысленно просто выполняется упражнение, без понимания, без ощущения мышцы. И оттуда начинают возникать жалобы и вопросы. А почему я вот там три года тренируюсь, ничего не вижу? Потому что есть разница просто выполнять бездумно какие-то упражнения, повторять их просто. И второй вариант, когда вы делаете именно осмысленно, ощущаете мышцу. Если не ощущаете мышцу, вы можете остановиться, подумать, не знаю, вариант упражнения поменять. А теперь мы еще усложним вариант этот. Тот же самое в выпаде. Теперь ты еще и встаешь. Присела и с тягой поднимаешь. Вот хорошо. Смотрите, как хорошо. Ножки работают, ягодичная работает, спинка работает. Отлично, продолжаем. Украина, Хмельницкий, привет. Астрахань, была тренировка плеч. Супер, думала прогуляю тренировку, но теперь пойду. Молодец, Оксана, видите, девчонки, мотивируйте, чтобы не пропускали тренировки. Украина, привет. Давай, давай, давай. Конечно тренироваюсь, делаю пока. Фуллбарри каждый день все уже лучше, чем ничего. Да, ну опять же, фуллбарри каждый день не самое лучшее. Я максимально делаю один день, я делаю варианты кардио, допустим, и могу добавить с плеометрикой, второй день делаю фуллбарри. Или разбиваю тоже, допустим, как мы с девчонками сделали. В прошлый раз мы сделали ягодичные с плечами, и там были еще пресс, допустим. И сегодня мы делаем спину ягодичные, поэтому хотя бы немножко разбивать вот так. Привет из Челябинска, уже оттренировала сейчас, вот смотрю вашу, чтобы завтра взяться. Супер, молодец, Оксана, удачи завтра. Привет из Германии, сегодня оттренировала спину и руки. Молодец. Германия вас приветствует. Работаем, работаем, работаем. Умнички, ну как, какой тебе вариант понравился? Ну вот. Была тренка плеч, горю, молодец. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай. Теперь ты с... Да. То есть тебе не надо менять, я знаю, у нас трудности бывают. То есть тебе не надо здесь менять ноги, ты просто в выпаде, присед и на подъеме тянешь рукой. Поняла? Села. И рука выпрямлена. Села. Да. И одновременно. Вот, хорошо, молодец. Два. Молодец. Три. Продолжаем. Четыре. Хорошо, хорошо. Пять. Тянем, тянем. Юлечка работает. Попец, горит. А, Попендрик хороший. Умничка, умничка, молодец. Спинку держим. Вот, хорошо, молодец. Работаем, работаем. Так, это уже у вас по третьему, правильно? Молодцы. В начальной точке уже должен быть, должна быть нагрузка. Молодец. И поехали. И подъем вниз. И подъем. Ага. Три. Давай, давай. Четыре. Зажимаем, зажимаем. Пять. Шесть. Девочки, молодцы. Обязательно попробую вариант с выпадом. Отлично. Работаем, работаем, работаем. И пока расскажу следующее упражнение. Опять же, тяга грудни. Часто спрашивают, как сделать дома. Пожалуйста, цепляем, не знаю, можно за дверь. Знаете, если желание есть, можно сделать варианты любые. Тяга груди. Вы еще по одному выполняете, правильно? Да, последний. Ага, молодец, ты еще выполняешь резинку наверх, прицепим. И мы будем делать тяг груди. Несколько вариантов покажу. Опять же, вы когда спрашиваете, какие резинки брать, каким напряжением, ребята, разные. Есть возможность купить разные варианты резинок и жгутов, берите. Потому что разные упражнения, разная нагрузка нужна. Вы также почувствуете, что, может быть, стали сильнее, вы хотите добавить нагрузку, поэтому вот, пожалуйста, вам жгут посильнее подойдет. Очень часто берут, покупают очень сильные резинки. И там спрашивают, Саша, какой бренд? Не знаю бренда, не знаю. Я не знаю, где вы живете. Я покупаю B4S Benz. Это узкие. Но, в принципе, уже и работаю с узкими, потому что широкие уже пораздавала всем моим клиенткам, чтобы тренировались дома. Поэтому широких для себя даже не осталось. Хотя широкие больше люблю. Но, как видели, девочки и с узкими тоже хорошо прорабатывают все. Вот. Поэтому резинки берите тоже разные. Не по цвету я не ориентируюсь, не по нагрузке я не ориентируюсь. Поэтому, когда мне спрашивайте, какая там нагрузка резинки, мне все равно. Потому что очень часто из-за того, что берут очень сильные в растяжении резинки, они не могут выполнить полную амплитуду упражнения, которая должна быть. Поэтому не всегда самая тяжелая резинка – это лучше всего. За батарею цеплять, за трубу точно везде можно. То есть не у всех есть, у меня есть, но девчонкам сегодня не буду давать. Т-рекс или у меня другая версия Т-рекса тоже есть. В принципе, тоже использую, но пока им сегодня не буду. Даю вам варианты, те, которые большинство людей смогут выполнять. Так, Таня доделывает пресс, и мы идем на следующий супер подход, супер сет. Иди сюда. Так, бери жгут, бери ручками. Теперь смотри, как берете жгут. Захват, и чтобы у тебя вот такой получился, как… И ручки тоже растягиваешь где-то вот так, чтобы было. Давай. Да, вот, смотрите, видите, как она берет. Теперь садишься на пол, можешь одну ножку вперед. Да. Далеко сильно не уходи. Тебе надо будет вот эту ногу поставить. Вот, вот, хорошо. Теперь чуть-чуть наклонилась вперед, и делаешь, как ты делаешь, тягу груди. Попробуй. Раз. А что здесь работает? Да, спинка тоже самая. Два. Вот, хорошо. Три. Четыре. Как вариант. Вот, клониться назад больше. Вот, хорошо. Ну что, чувствуешь спинку? Хорошо. Делаешь 15 повторений, а ты идешь на тягу для ягодичных. Два варианта. Потом можешь даже их скомбинировать. Или делаешь с этим, хватаешь за усики и тяга для ягодичных. Или берешь с утяжелителями. Утяжелитель у меня по 5 килограмм. Так что вот так ручка получается, а потом еще можешь соединить. Давай, бери тридцатку, бери-бери. Да, да. И коленки чуть-чуть согнула. И поехали. И на ягодичные. Зажала, молодец. А мы тут добавляем прыжочки. Глиометрика. Да, дорогая, давай. Буа, хорошо. Ой, как красиво получается. Четыре. Хорошо. Пять. Шесть. Семь. Я знаю, начинаю некоторые плакать, что больно делать плеометрику и так далее. Не обязательно прыжки. Просто можете делать приседания в быстром темпе. Или выпад, подъем колена к груди. То есть любое упражнение, которое заставит ваше сердечко немножко быстрее работать. Сколько? Не знаю. Вот, пожалуйста, смотрите. Варианты. Я цепляю за стул, на котором муж сидит. Вот, хорошо. Можно зацепить за мужа. Ну, как я говорю, кто захочет, тот найдет варианты. Так. Попробуй чуть назад наклониться, чуть-чуть вперед. То есть тут... Вот, лопаточки тоже самое, лопаточки сжимаем. Вот. И не спеши до конца, зажала максимально. Три. Чуть-чуть назад. Четыре. Во, хорошо. Не спеши, задержка внизу. Шесть. Работаем, работаем. Семь. Максимально лопаточки назад. Восемь. Во, хорошо, давай. Девять. Зажимаем, зажимаем. Десять. Хорошо. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Хорошо. Четырнадцать. Еще раз. Пятнадцать. Умничка. Ну, как? Сейчас я уже, я знаю, делаем прыжки. Опять же, поэтому я говорю всегда, если не чувствуете, что работает достаточно нагрузка, тогда берем другой жгут, добавляете нагрузку. И работаем с другой нагрузкой. Юлия хватает этого. И это совершенно нормально. Так. Вот так. И можно даже больше намотать, если видите, чувствуете, что нагрузки недостаточно, допустим. Да. Все. Отлично. Поехали. Зажимаем, зажимаем. Два. Молодец. И Таня делает тягу для эготичных. Я палила. У меня, блин, телефон вздыхает, оказывается. Не, нормально, нормально. А что это он не работает? Я пока с ним сама тренировалась. Я не заметила, что я его на заправку не поставила. Команда, зажираешься, ты или нет? Так, работаем, работаем. Бузя, видите, контролирует нас. Так, ну попробуй. Ага. Ага. Во. Не спеши, не спеши. Да. Работай, работай. Во. Хорошо. Чувствуешь? Молодец, молодец. Вот. Работай, работай, работай. Отлично. Юлия на эготичные. Спинку держим пряменько. Во, хорошо. Очень хорошо получается. Тоже ошибку делать, когда сгибает поясницу, сильно глубоко наклоняться. Не обязательно глубоко наклоняться. У всех разная растяжка. Это раз. Во-вторых, вам главное вытолкнуть именно эготичный назад, бедра вперед, вытолкнула и зажала. Да, сейчас начнут говорить, что вот, нет достаточно веса. Ребят, не самое главное, здесь достаточный вес. Бузин. Прям. Да. Да, Бузинский, нравится вид. Работаем, работаем, работаем. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, последний подходик. Хорошая поза. Да, Бузька? Бузька-балдежник. Они меня уже сегодня с 4.30 утра подняли. Они у меня мои будильники. И попробуй не встань. Он начинает сначала обрызать твои волосы, потом прыгать начинает. Сашка, привет. Тренируешься там? Нихиляешь? Молодец, Юля. Зажимаем максимально. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, 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 давай. Хорошо. Так, с 30 паундом нормальная нагрузка? Как я говорила, можно добавить. Я сегодня играла, тоже там 5 килограмм эти нагрузка на руки брала. Молодец, Сашук. Работаем, работаем, работаем. Что такое? Да. Работаем, работаем, работаем. Ты последний туда, да? Давай. Хорошо, хорошо, хорошо. Да, папендрики у нас красивые. Орешки. Работаем. Чтобы полностью не расслаблять. Не знаю, кто, как говорит, еще до июля так долго тренировался. Ну, хотя бы, я не подкрываю. Единственное, о чем я это вот жалею и мечтаю. Вытреку добраться. Ну, что по времени тренинг, час, это максимум у нас хватает. Они у меня заплакали просто раз. Ребят, мы же не бежим на время. То есть, я стараюсь, чтобы каждая мышца была проработана минимум 4-5 упражнений. Зависит на сколько мышц вы работаете за одну тренировку. Если это в фулбаре, то да, там, может быть, больше. Зачем в коротковках? Потому что я не считаю, что босиком это полезно. Ну, во-первых, кроссовки не защищают, если даже гадык был полезно. Поэтому и кроссовки. Кроссовки девочки принесли перебутать. Это было у них указано. Не слышно? Ой, щет. Тяга из моих любимых упражнений. Не слышно? Я, наверное, рукой закрыла. Так. По три сделали, правильно? Хорошо. Теперь. Утяжелители на ноги. Обе. Пятерочки, да. Нет, тяжелее которые. Там просто в тех, это старые. Там я к ленткам была тяжеловаться. Я им вытаскивала, там, можно мешочки вытащить. А в этих нет. Поэтому. Сейчас уже слышно? Все? Зашила. Ребята, напишите или слышно? Я, наверное, была рукой закрывала микрофон. Так. Чего бы они тряслись, да? Все-таки тренируетесь. Слышно? Слышно? Итак. Вы меня часто спрашивали, как делать сгибание ног дома. Сегодня мы покажем вам это. Я специально вам... Полотенце? Полотенце можно? Нет. Мы идем сюда. К стойке. К стойке. Сейчас они будут выполнять упражнения, я скажу. И так. Ножка можете... Здесь ножка чуть-чуть прижата. Поехали. Сейчас покажем. Я уже писала, какая модель дорожки, ребят. Так. Вот и, пожалуйста, до конца не спешим. Зажала. Два, два, три, хорошо, четыре. Ну, вы только посмотрите на эту красоту. Вот так и работаем сгибание ножек. Ну, как? И старайтесь вперед сильно не наклоняться. Вот самое интересное, этот вариант мне напоминает вот той... Вот, пряменько встать, а еще больше бедра вперед. Вот, выжать. Я специально не сразу им это показала. Дело в том, что есть такая машина для сгибания одной ноги в тренажер. И я первый раз, когда с фаузовым глазом тренировала это упражнение, он вместо того, что там практически ложишься на локте, правильно, и там сгибаешь одной ногой. Он меня поставил вот так вот четко прямо, бедра вперед вытолкнул. Потому что что в этом случае происходит? У вас работает именно только задняя поверхность бедра, держи ее вот здесь. Вот, хорошо. Иначе, когда вы наклоняетесь, там уже начнет работать, помогать немножко ягодично и поясница. Поэтому стараемся держать прямо, вот именно, чтобы была изоляция задней поверхности бедра. Ну, как? Огонь попы, конечно. Видите, как красота, я же говорю. Ну, как? Работаем, работаем, работаем. Хорошо, 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 хорошо. Так. Ага, ага. И на пол. Да, можешь положить. И здесь пресс. Да. Ножки на полу. И полностью поднимаемся, вытолкиваем. Да. 20 повторений. Если поясница, можешь наклониться чуть-чуть вперед. Ну, ты, там не прогибаться в пояснице, надо. Ты просто бедра вперед выталкиваешь и зажимаешь ягодичные. Это не поясницу, не прогибай в пояснице. То есть, там больше нужно именно, даже, когда ты стоишь прямой, прямо, ты ягодичные даже зажимаешь, чтобы их изолировать, и работала только твоя задняя поверхность бедра. К это отношусь отрицательно. Потому что я не считаю, что из питания должно убираться, должен убираться никакой макроэлемент. Все должно быть. И углеводы, и белки, и жиры. Просто в правильных количествах, в комбинациях и правильное время приема. Отлично. Это еще не все. Вернись на дорожку. Да, на дорожку. Теперь face down. Вообще. Сейчас. Ждите. Берешь полотенцем. Так, у меня тут есть полотенце. Не с двумя. А, мне надо второе полотенце. А, сейчас. Я забыла приготовить второе полотенце. Не, сейчас, сейчас, сейчас. Думаю, у меня полотенец нет. Так. На тебе красиво. Чисти. Упражнение полотенце. Упражнение полотенца. Помните? Подъем максимальный. И сжимаешь, как будто ты тебя... Вот, хорошо, Юля, молодец. И опустилась. И опустилась. Опять подъем. Сжала. Два. Хорошо. Три. Очень хорошо. А теперь, что, смотрите, как хорошо ягодичные. Пять. Шире возьми ручками. Шесть. Хорошо, хорошо. Поясничка работает. Спинка работает. Ягодичные работают. Очень красиво. Можно без утяжелителей. Но сейчас ему тяжелее немножко будут помогать, чтобы подняться выше. Вот, хорошо, Юля, молодец. Смотрите, какая красота. Команда полосатых купальника плывет очень хорошо. Пятнадцать повторений. Молодцы, молодцы. Давай, 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 давай. Это, как бы, можно сказать, вариант супермен упражнения. Тут очень хорошо работает спинка. Давай, 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 давай. Сколько? Один. Хорошо, пятнадцать работают, давай. Ну, ты быстро делала. Да. Молодец. Я боялась себя не надо работать. Если вы вдвоем работаете, я вторую. А там тебе нормально, у тебя места хватало, да. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Ох, ты спина. Ага, вот, пожалуйста, уже говорит спина. Вы говорите, как тренировать спину дома. И тоже мне вчера писала девочка, что делать, если там спина, ну, проблемы с позвоночником. Позвоночником. Нет. Самое лучшее лекарство, это сделать ваш позвоночник укрепленным с помощью хороших мышц. Будет хороший мышечный корсет, будет хорошая спинка. Вот, давай, давай. Хороший доктор вам скажет, что нужно работать именно спинку. Не спеши, Тань, подними, зажало наверху. Во, хорошо. Зажало. Хорошо. Вот и, пожалуйста, вам сгибание ног. Одной ножкой, то есть я показывала, тоже можно и на кресле сгибать, если есть на колесиках. Можно на мече. А многие там, о, меча нет дома. Знаете, пожалуйста, можно жгут поставить внизу или резиночку. Если захотеть, как я и сказала, можно сделать очень много разных вариантов. Работаем, работаем, работаем. Хорошо, хорошо, хорошо. Да, тренировку сохраню, если телефон не сдохнет. Лучший доктор, это да. О, попки, конечно, офигенные. Я же люблю. Прям сидишь и радуешься. Видите, не одна я наслаждаюсь картинкой. Работаем, сколько? Отлично. Отлично, молодец, молодец, молодец. Хорошо, хорошо, хорошо. Видите, барная стойка, не только, чтобы бухать возле нее. А чтобы еще и ножки тренировать. Молодцы. Ну как? Прессик давай. Можно здесь пресс тоже добавить. Дайте мне грузик. Грузик, видите, я же уже знала, что этой сумасшедшей грузик понадобится. Ее прет просто, понимаете. На. Да, да, давай, давай. О, видишь. Я же варю, блин, да тренировала на свою голову. На каждой тренировке начинаю. Саша, можно посильнее? А когда-то пришла, задышки была на первых пяти минутах тренировки. Молодец мой. Сработаем. Девчонки молодцы, вам комплименты делать со всего мира. Хорошо. И переворачиваемся. Переворачиваемся и сейчас немножко у нас будет фан с Юлей сначала. Берешься на краешки. И теперь, потому что мне не хватило еще потренировать мою спину, поэтому Юля будет еще меня сейчас тренировать. Раз. До конца. Два. Хорошо. А потом ты. Три. Пять. До конца. До конца. Вот. Шесть. А, хорошо как. А, семь. Давай, 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 давай. Восемь. Работаем, работаем. Девять. А вот там еще попа красиво направляется. Десять. Давай, 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 давай. Одиннадцать. Работаем, работаем. Двенадцать. Хорошо, хорошо, хорошо. Тринадцать. Работаем, работаем. 15, последний раз, 15, отдыхает, следующая жертва, поехали, ну сейчас это точно меня будет тянуть, 2, работаем, работаем, 3, хорошо, 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 4, 5, до конца, до конца, поехали, поехали, 6, работаем, работаем, 7, мне уже жарко, 8, хорошо, хорошо, давай, давай, 9, до конца, дожимай, дожимай, 10, еще пятерку, давай, 5, дожимай, 4, 3, давай, 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 2, и не отпускай меня, не отпускай, не отпускай, поехали, я ее по всему залу потом таскала, еще один подходик, ну как, вот вам и спинка, вот попробуйте тоже мужу сказать, пусть муж вам, чуть-чуть назад, да, раз, теперь мы еще можем сделать вот так, сопротивляйся, давай, 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 4, выше, 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 5, дотягивай, дотягивай, 6, 7, до конца, до конца, 8, 9, и давай, 5, полная амплитуда, дорабатывай, сейчас Танюху еще помучим, давай, давай, так, сейчас Таньке сделаем больно, давай, раз, Субтитры сделал DimaTorzok Добавр não кarn ERIC Добавр не Wu Добавр нап quan Субтитры сделал DimaTorzok 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 Теперь вы уже знаете это упражнение Получается как пружинка Полностью ноги не разгибаются Делаем таких 20 повторений Здесь одна Вторая Можно взять с утяжелителем или нет Идешь вверх Зажала Вверх Зажала Окей Забирай 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 Спасибо за тренингом Делаем вместе с вами Отлично Полуприседания 20 повторений И в конце в самом низу задержка Окей Вот хорошо Работает ягодичная Приведение Будет еще и работать Приводящая И прессик Хорошо Ну как А что А ты сюда теперь еще идешь Теперь ты делаешь 20 повторений Кик Только кик наверх Нога Идешь на Подложи себе Или сверни эту Да Вон Чтобы на колено было Так И на локти Натя сюда Палотенечко И наверх Выталкиваем Выше Выше Наверх Во Два Хорошо Пятка Пятка Три 23 Только наверх Кики Хорошо Так Работаем 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 Да Эфир сохранится Будет на Ютуб канале Саша Браун Хорошо Работаем Работаем Выталкиваем Выталкиваем Зажимаем Ягодичную Ну как Горит Видите Поехали Пяточкой Раз Хорошо Два Три Работаем Работаем Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Десять Девять Восемь Семь Шесть Пять Четыре Три Два Один Отлично Ну как Чуть растянулась Сейчас Она дорабатывает Моя Так Ну как Ну так Да Ты идешь на полуприседания Это я тебе уже на следующий готовлю Я ж знаю Начнешь плакать Что не хватает Нагрузки Юля идет На Поехали Да Бывает Ну но Это окей Чуть-чуть сюда Продвинься Да Во На краешек Молодец Молодцы Молодцы Зажимаем Зажимаем Вот Больше наклоняюсь Общий Вот Растяну Чтобы вот это Вот это растягивалось Во Хорошо Ну как И кик Остановишься на колени Делаешь кик Наверх ногой Помнишь Мы делали Это твоя мама на фотографии А? Это твоя мама? На ту Надо большой Это я Ты чего? Не я знаю Что ты Я подумала Что твоя мама Не Нет 20 Каждой ножкой Ага А сейчас так Ты так не хочешь Мама Мамуля Молодец У меня Хорошо Там Меня спрашивала Это кто? Если вы никогда не видели Это мой папа Это я Вы только посмотрите Там на мои брови У меня были брови Брови брежнева Это моя мама Это одно Зажало Очень хорошо Молодец Молодец Мои Сколько? Хорошо Ну как, Юлька? Танюха Я ей приготовила утяжелитель Да Чтобы не было так легко Тебе легко? А, ты еще не доделала А ты что там тогда булки свои расслабляла? Расслабляла Она возьмет еще мячик в ручке И половинки Раз Два Очень хорошо Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Десять Девять Восемь Семь Шесть Пять Четыре Три Два Села Держим Раз Два Три Четыре Шесть Семь Восемь Девять Десять Ну как? И ползком Следующего упражнения После таких трэш Такой голод появляется Такое облегчение А усталость как ни странно уходит Занимаюсь вашей программой Попокач Супер Молодцы Спасибо за отзыв Ну так хорошо, что это голод Вы разгоняете свой обмен веществ Это хорошо Четенько Четенько Ну как там? Как-то не так Не так Да Вот Зажало Хорошо Ну опять же Можно было сделать Из бутылки воды Но я все Бутылки воды выпила В прошлый раз Если помните Мы делали с такими Бутылочками Маленькими Водички Поэтому Можно и бутылки воды тоже У меня если видели Оставила в stories То есть клиентка Придумала на швабру Прицепила две бутылки воды И у нее получилась штанга Может девчонкам В следующий раз Тоже сделаю штангу Саша Утяжелитель сколько килограмм? Каждый утяжелитель Пять килограмм И это в принципе То, что нашла в Америке Более-менее Не, недорогое Потому что реально Если даже За эти, кажется Я заплатил По 25 долларов Пару А если потяжелее Я бы хотела потяжелее Мне приходится По 2 утяжелителя На ногу ставить То просто там За доставку Они бежат больше Чем сами утяжелители стоят На Украине У меня есть по 10 килограмм Утяжелителя на каждую ножку Спинку держим Спинку держим Танюш Хорошо, хорошо Ну как? Так она и должна быть На булку Все, дорабатываем Дорабатываем Поменялись Давай, давай Тащи свои булки туда Вы у меня как Знаете, по этому Ходите обе Как знаешь По луне Да в космосе Давай, дорогая Давай Добивай А? Может без нее Ну попробуй Попробуй Без него Давай без него Если ты хорошо чувствуешь Если без него То давай без него Давай, Танюха Полностью вниз Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Ниже Восемь Девять Десять Десять Девять Восемь Семь Шесть Пять Четыре Три Два Один Держим Раз Держим Раз Два Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Ах, хорошо Ох Саша, как ты долго поддерживаешь интерес к фитнесу Ребят, я с пяти лет в фитнесе Это было и плавание Восемь лет Маршал Артс Восточное единоборство И поэтому могу сказать, что 35 лет поддерживаю Очень хорошо, Юля, молодец Ну, Юля немножко разогналась Ву-ву-ву-ву Она уже хочет быстрее доделать Давай, давай Во, хорошо, молодец Молодец Так, сколько килограмм утяжелили Сколько раз подходит Утяжелитель по пять килограмм на каждой ноге Подходов мы делаем по три подхода Я не ем молочку Да, опять же, это чисто мое личное мнение И уже на опыте личном И на опыте работы с клиентами Давай, последний подходик Все, обещаю Все Так, девочки Ну вот Об этом я тоже говорила Я говорю У меня даже Я знаю, у меня были клиентки Которые там клянутся У меня все хорошо У меня нет раздражения и так далее Но когда Она, в принципе, была в хорошей форме Но когда она обратилась Я говорю, Саша Я немножко хочу подсушиться Чуть-чуть еще к лету Говорю, хорошо Первое, что мы делаем Не добавляем ни кардио Не убираем углеводы Мы просто уберем молочко Она ела там каждый день По литворах или кефир То есть я работаю с клиентами Которые едят молочку Но я ей сказала Давай сделаем эксперимент Убираем молочку на одну неделю После пяти дней Она мне написала У нее два килограмма слилось Ну хоть тресни, понимаете Но молочка все равно Да, делает такой эффект Именно особенно Особенно на женский организм Поэтому молочку я не поддерживаю Давай, Юльчик Последний Папа, кач Папа, орех Помп Давай Ну да Давай, давай, давай Хорошо, хорошо Дело в том, что молочка Это и белки, и жиры, и углеводы И углеводы Лактоза Которая очень часто В организме не переваривается И если вы не знали Тоже, те, кто за мной давно уже следует Знает Кофе с молоком Сколько времени переваривается В организме Кто знает 9, а то и более часов А что происходит с продуктами Те, которые у вас в организме Не может переработать быстро Они откладываются А как вы думаете Куда откладывается все Что ваш организм Не может переработать Вот, конечно Ваши целлюлитные клеточки Поэтому И такой эффект происходит Когда молочку убирает И сливается Это не жиры И сливается за неделю А именно сливается То, что все лишненькое Было задержано В ваших целлюлитных клеточках Поэтому Особенно у тех У кого есть Предрасположенность К целлюлиту И на набору мышечной Жировой массы И проблемные места Особенно на ножках Молочные продукты Еще попробуйте Тоже поаккуратнее С простыми углеводами Даже фруктами Ну что, у меня была Тоже клиентка Девочка Красивая фигурка Но все лишненькое У нее было Прямо Желеобразное На бедрышках И на ножках Мы убрали молочку Уменьшили количество Фруктов То есть Максимум Яблока в день И Очень красиво Все почистилось Да А при сушке На подготовке к соревнованиям Это первое Что в принципе Уходит Из питания Даже чистого Простые углеводы В виде фруктов Все Все Танюха Последний Да Все Последний Обещаю Но вот Пожалуйста Опять же Мы укладываемся В час Они немножко Позже Мы начали Да Это последнее упражнение И все На растяжку Так что Давай Добиваем Танюха Хорошо 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 Как я сказала На ютуб канале Саша Браун Будет полностью Выставлено Это видео И В описании Видео Будет Полная тренировка Тоже С ссылками На упражнения Будет даже Несколько вариантов Упражнений Там Если у вас Есть Разный Спорт Минитарь Окей Бузя Аж проголодался Пока за вами Следил Да Он пошел Покушать Они у меня На диете Между прочим У них питание Тоже диетическое Бузенька У меня Стройненький Мальчик Потому что Малику Тоже Нужно было Брать Только Правильное Питание Там Специальное Поэтому Они у меня У них питание Дороже Чем Мое Молодец Ребята На этом Пока С вами Спрощаемся Не знаю Когда Эти курочки Захотят Опять Прийти Вот Но мы Будем держать Вас в курсе Я даже Может На следующей неделе Сделала Расписание Эти Которые Дни Я Свободна И мы Сможем Сделать Тренировки До Следующих Встреч Пока Пока Продолжение следует